здравствуйте дорогие зрители сегодня я хочу вам накинуть идейку как не умереть с голоду в празднике впереди нас ждут праздники но самое главное это салат сделайте вы его быстро сочетание очень очень подчеркну очень интересное ингредиенты все доступные самое главное вам понравится давайте начнем начнем с того что все будем нарезать конечно же китайская капуста не просто так здесь стоит взять тазик нам который все это буду скидывать и начнем поэтапно перво-наперво яблоко будем чистить кто не хочет тот не чистит есть нечищенное яблоко но помочь тогда перед этим яблоко нужно взять супер сладкая никакой не кислое но если вдруг вы считаете что это вам не подходит возьмите супер кислое все любят грэнни смит а я например никуда грэнни смит не добавляю потому что считаю что если яблоко вкусное она делает все остальное тоже вкусным грэнни смит это такое кислое яблоко и с максимум с массой вопросов так начинаем нарезать немножко промахнулся значит яблоко у меня большое нет никаких проблем чтобы сделать его маленьким или но его должно быть много он должно должно чувствоваться нарезаем яблоко кубиками теперь имбирь значит вот в каком виде сначала очищаем его ложечкой чтобы было удобно натирать я буду натирать чтобы он не попадался у нас кусочками но при этом создавал очень такую гармоничную ароматическую базу все поперек волокон его нужно немного иначе он будет острый очень у нас же здесь нету никаких каких-то таких вот перебивающих имбирь ингредиентов поэтому давайте уже накинем то это наверное одна четвертая чайной ложки вот видите сколько здесь его одна треть чайной ложки шинкуем быстро все остальное чтобы у нас ничего не потемнело не почернело текс зеленый лук об средства семейный дуг ножичек на кири очень кстати удобная штука если есть фанаты ножей обязательно рассмотрите к себе в комплект такой нож он для овощей японцы вообще по-другому относится к ножам ценят их любят уважают не бросают куда попало хотя может быть я не знаю всех деталей я знаю лишь одно на любой кухне острый нож это то что должно быть безоговорочно у вас может не быть продуктов но острый нож всегда должен быть потому что если появится продукта у вас нет острого ножа все пропало я вот уже третий год пользуюсь таджиро оригинальная япония сведение от обуха прям все идеально режет довольно хорошо и долго держит заточку но при условии что вы не режете на металлий на стекле на фарфоре в кастрюлях и так далее если вы ухаживаете за кромкой да и конечно же когда ты относишься с уважением к марке а марка тебе платит добром и вот таким классным резом то конечно уже сколько третий год у меня ножи таджира стоят я ими пользуюсь и вот эту серию я еще ни разу не точил кстати по промокоду емельяненко у вас будет скидочка на весь ассортимент интернет-магазина таджира внизу под роликом я оставлю описание вы туда переходите по ссылочке и заходите в магазин глядите что у вас интересного там вам приглянулась ну и соответственно пользуйтесь моим промокодом получайте скидки удовольствие и режьте острыми ножами зеленый лучок оп яблоку аромат уже божественный имбирь там дает все яблоко дает такую сочность так китайская капуста что мы делаем режем и японскими ножами все идея в том что нам нужны листья их нужно так вот как она друг под дружку туда залазит их нужно отломать я думаю трешечки хватит мне по объему трех листочков зеленые листочки вот эти вот это на вес золота их китайской капусте мало поэтому их ценим любим хороним даже если где-то они имеют потертости это все можно срезать это у нас всегда найдет применение а вот кочерыжки всегда вопросы возникают как использовать кочерыжки так вот в салат у меня пойдут кочерыжки кочерыжки помойте тщательно если вы видите вот такие потертости моете их щеткой зубной там и так далее если они не оттираются это потертости это не грязь теперь эти кочерыжки нарезаем таким же небольшим кубиком ну похожим на яблоко и конечно же сразу пересыпаем все это в чашку в которой и будет у нас все смешано по объему капусты получается примерно столько же сколько яблоко чуточку масла просто чтобы у меня овощи не заветривались не окислялась чтобы яблоко переходим к курице тут конечно самую вкусную часть курицы шкуру надо снимать ну вот в общем если не ну если вы не паритесь не снимайте но на самом деле вот принято снимать я тоже конечно не снимал но тут знаете к празднику туда-сюда ну будет шелухи много очень здесь такая нарезка красивая у нас праздничная так-то я не снимаю конечно не все повара мира твердят надо шкуру снимать это же не потому что так надо потому что вкуснее просто себе надо оставить еще можно просто на одной этой шкуре сварить гороховый суп вообще не использую больше ничего горох сам когда сварился он вкусный соль перец паприку добавляйте туда копченую и вот это мясо будет не мясо смысле шкуру будет огонь теперь добавьте немножко оливок оливки любые в зависимости от того что у вас там есть не видите тут у меня жена поклонится оливок у нее есть пол баночки я думаю отсюда понадергаю надеюсь она не заметит оливок немного они нужны нам для вкуса поэтому в целом но если например какие-нибудь фаршированные лимоном или анчоусом так такое что не будет да можно их прям целиком они мелкие туда отправляйте на четыре части просто кусочками такими вот вообще-то даже особо запариваться то не стоит и все складывайте в большую миску в которой у нас будет шикарный салат все масло из-под оливок там она со специями со всеми делами обязательно сюда все равно заправка у нас будет единственное вот какой момент у меня еще есть один секретный ингредиент секретное ингредиентного вкуса как говорил один герой хозяин лапшичной из одного знаменитого мультфильма про панду брусника брусника замороженная обычная брусника которая у нас высыпается в небольшом количестве вот сюда прям замороженная добавляем ложечку майонеза если вы растаявшую добавить раскиснет все пока вы будете мешать а то хотя бы есть шанс того что майонез какой плотный маслянистый так хотя бы есть шанс что она какое-то время во первых охладить салат во вторых останется целый брусничка украсили листики салата бросили все самое главное пробуйте на соль перец там что вам надо добавлять я на самом деле соль это не добавлял вовсе сюда или добавлял чуть-чуть добавлял но мне соли достаточно несмотря на то что вроде соленых ингредиентов то тут нету брусника дает очень интересный эффект вы ее не чувствуете потому что она там лопается где-то вот к вопросу почему замороженную вот она начала таять она красит все перемешиваешь но это не мешает салат вкусный все хрустит непонятно что хрустит но вкусно копченая курица это белок поэтому он дает основную сытность мазик все выравнивает вопрос никаких нет но и самое главное наверняка вы такие ингредиенты не сочетали а это значит что вам понравится потому что все они знакомы для вас все что рассказывать берите рецепт делайте пробуйте пишите в комментах я с вами прощаюсь всегда готовьте с удовольствием и любовью пока